Саламас Тармахурмитто Тандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой прямой эфир, прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Здесь сегодня я повесил фотографию Назарбаева с руководителем Китая. И тут, знаете, появились очень странные комментарии. Делайте карикатуру вульгарно, но это вульгарно и так далее. Ну, это фото отражает реальную картину того, что делает Назарбаев. И я вообще удивляюсь. Человек расстреливал большое количество мирных жителей, жанузейни, убивал и убивал политических оппонентов, разграбил страну, в тюрьмах пытки, подавляя права и свободы. И оказывается, это вульгарно. Поэтому карикатура, это, знаете, она, скажем, малая часть того, которое можно безобидно в сторону Назарбаева делать. И мне такие комментарии, конечно, очень удивительны. Это действительно простудка, политическая простудка нашей страны, которая продала интересы всего. Все, что есть проблемы в нашей стране, это причин он. Он построил коррупционную преступную систему под себя. И наш народ все это терпит. И еще вот так стыдливо говорит, ой, вай, на низ тебе ветр не двигает. Очень много комментариев по китайским отношениям, отношениям с Китаем. Очень плохо выставляют китайцев наши негативно. Но я хотел бы в этой связи изложить свой личный взгляд на страну, на китайское правительство, на экономику Китая. И, собственно, самим китайцам. Сразу скажу, на берегу китайцы такие же люди, как все другие на этой планете. Разница только в нашей политической системе. Отличия есть, хотя там коммунические партии, есть авторитарность. Но до последнего момента была ротация в руководстве. Два срока никогда руководитель Китая не мог быть. Ну и сами за себя говорят показатели в экономике. Да, это по размерам вторая экономика мира. Но по доходам на душу населения это средняя страна. Чтобы не было ни у кого иллюзий. Никто не восхалял Китай, не говорил, что вот там номер один экономика в мире. Я это в чате читаю. Вообще, очень простое правило. Если авторитарная страна, то это страна отсталая. Китай по доходам на душу населения, еще раз хочу сказать, средняя страна. Любая фактически европейская страна, которая входит в европейское сообщество, по доходам на душу населения обгоняет Китай. По всем показателям экономики, эти страны, европейские, даже не самые лучшие, не самые передовые, они обгоняют Китай по доходам на душу населения, по качеству жизни. Чтобы вы понимали, там в Китае 200 миллионов просто живет за чертой бедности. В общем, много вопросов к этой стране. Я сейчас хотел бы немного другой аспект раскрыть, но тем не менее, скажем, по-крупному изложить свои отношения к Китаю. Итак, из крупных стран мы граничим, Казахстан граничит с Китаем и с Россией. И я могу сказать, если говорят об угрозах со стороны Китая, они не те, которые озвучиваются, запугиваются, что будет нашествие китайцев, что вот туристы приедут, там всех нас как саранча съедят и так далее. Это я считаю просто смешные комментарии. Этого всего очевидно не будет. Китай все равно с соседними странами не воюет и вообще это невыгодно. Территория Китая достаточно большая, одна из самых крупнейших в мире. И там как минимум еще в пять раз больше можно населения вместить. Все, кто был в Китае, могут поездить и посмотреть. Гигантские пустые территории, огромные. Поэтому потенциал для ее заполнения просто невероятно большой. И бояться вот именно такого прямо нашествия, что вот как нас саранча придет съедят, я думаю, что это заблуждение. Нужно бояться другого со стороны Китая. Но прежде чем я по поводу Китая потом подробно буду говорить, я хотел бы сначала поговорить о суде Сайрангуль-Саутбай, который Китай запросил, и Казахстан хочет депортировать Сайрангуль-Саутбай обратно в Китай. Вы знаете, что сегодня в Жаркенте было судебное заседание по поводу депортации Сайрангуль-Саутбай. И члены ее семьи находятся в Казахстане, они граждане Казахстана. И Сайрангуль работала в одном из таких лагерей, где преследуют мусульман, это уйгуры-казахи, преследуют за веру. И вот, собственно, она никак не получив возможность легально попасть в Казахстан, я так понял, что пересекла границу, и сейчас стоит вопрос об ее экстрадиции в Китай. И очевидно, что с учетом ее знаний, того, что происходит в этих лагерях, у Сайрангуль очень серьезная ситуация и опасна для ее жизни. ДВК сделала заявление о том, что необходимо не то что приостановить, а фактически отказать выдачи ее Китаю. Вообще, вы понимаете, да, что странная ситуация? Вообще, во всем мире это есть процесс воссоединения семей, первое. Второе. В Китае очень жестокая система. И людей также известно, что в Китае пытают, есть лагеря и расстреливают, и все прочее. Тем более, когда семья в Казахстане, она этническая казашка, и это просто обычный идет процесс восстановления семьи. Во всем мире это автоматически, не задерживает, ничего не делает, просто отказывает депортацию, происходит автоматическое воссоединение семей. У нее все признаки, соответствующие требованиям конвенции, которые Казахстан подписал, Женевская и любая другая, о защите беженца, во-первых. А во-вторых, она просто наша этническая казашка, члена семьи, которая находится в Казахстане. То есть, огромное количество, что называется, аргументов, которые должны привести к тому, что они автоматически, Казахстан должен отказать депортации, во-первых. Во-вторых, просто даже задерживать не должны были ее. Представляете, сейчас вся страна следит, наблюдает за этим процессом. Народ возмущен, и эта власть проводит суды, тратит огромные ресурсы, чтобы решить такой простой вопрос, просто отказать Китаю депортации в Сарангуль. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, что происходит. И в случае, если правительство Казахстана, судебная система, и сам Назарбаев такое решение примет, я хочу объявить о том, что мы организуем массовые акции поддержки пользы Сарангуль-Саутбай. И будем добиваться, чтобы наше правительство защитило этническую казашку Сарангуль, защитило ее семью, и вообще прекратило заигрывать с Китаем за счет наших граждан и за счет всего Казахстана. Это не имеет значения, вот здесь вопрос, это не испортно отношение с Китаем или нет. Ничего не испортит. Какое отношение имеет депортация одного человека, взаимоотношение целого государства? Если так вопрос стоит, что из одного человека Китай готов с нами испортить отношение, ну и пускай испортит, пусть испортит. Не будет качать нефть из Казахстана. Переживем, будем развернем нефть, будем в другую сторону продавать, газ будем в другую сторону продавать, обойдемся. Тоже подумаешь, прям маленькие дети такие, обижаться еще будут на Казахстане. Мы защищать будем своих граждан, их членов семьи, этнических казахов, тем более, что она находится на нашей территории, она не в Китае находится. Поэтому я обращаюсь к нашим соратникам, которые находятся в чате. Мы должны поддержать Сайренгуль. Там я знаю, что адвокат подставной, КНБшный, некий Куспан, делает всякие заявления. Вот, нам не нужно ее защищать. Кто он такой? Его наняли, чтобы он говорил какие-то аргументы юридические, чтобы защищать. Он не является политиком, ни каким-то полицом, и он нам не может рот закрыть. И он вообще никто, с точки зрения гражданина нашей страны, если он говорит, типа, пусть не влезают. Кто он такой, чтобы нам указывать? Я так считаю, что если Назарбаев примет решение о ее депортации, нам нужно организовать массовые протесты в Казахстане. Массовые. Это очень горячая тема. Этот человек нагло и открыто продает интересы нашей страны в угоду своим экономическим интересам. Он хвастается, что вот этот Степин его называл, о, там, ты старший мой брат. Вот такая большая страна его называет старшим братом. Он политическая простудка, а не старший брат. Он политическая простудка Китая. И он специально улетел в отпуск. И сегодня отложили судебное решение до 1 августа. Именно для чего? Для того, чтобы в его отсутствии можно было принять любое решение. А потом он бы сказал бы, развел бы руки, ой, бай, вот я так не знал, я уехал в отпуск, без меня все эти решили, нехорошие судьи. И вот таким образом он хочет уйти от ответственности и таким образом хочет обмануть общественность. Никто этому уже не верит. Все знают, когда он уезжает в отпуск, именно в это время всякие грязные дела происходят. И потом он делает вид, что он вообще был ни при делах, ничего не знал. Ребята правильно пишут, что сейчас вот идут требования об отставке Касымова. Вот решение по Саренгуль. В это время Назарбаев тихо уезжает в отпуск и считает, что волна спадет сама по себе. Он прав, так было много раз. Много раз народ 2-3 дня возмущается и все проходит. Но сейчас уже другая политическая ситуация. У нас в Казахстане работает политическая организация «Демократические выборы Казахстана». Нас здесь десятки тысяч. Да, сейчас активно спало, лето и так далее, но вопрос слишком острый. Я уверен, что мы эту тему поднимем. Если такое решение эта власть примет, мы организуем акции в поддержку Саренгуль-Саутбай. Здесь в чате сидят комитетчики. Там комитетчики передайте своему Назарбаеву, что по депортации Саренгуль-Саутбай он ответит перед всем народом. Но еще я хотел откомментировать требования по поводу отставки Касымова. Я, в принципе, уже по этому поводу высказался, но в этом чате я хочу, чтобы это прозвучало именно в виде голосовых сообщений. Мы все прекрасно понимаем, что отставка Касымова ничего не даст. Кто-то говорит, что это народная инициатива, это будет первая победа и так далее. На самом деле это будет спускание пара, пара народного гнева, что вот народ порадуется, наконец-то мы победили, мы какого-то министра, шестерку Назарбаева сняли, все будут радоваться и все. Ничего больше не произойдет, никаких системных изменений не будет. Вот похоронили Дениса в субботу, что изменилось? В тот же день убийства по всей стране, в тот же день идут изнасилования информации по всей стране. Что изменилось? Ничего не изменилось. Придет вместо Касымова второй Касымов-2 и так же все останется по-прежнему. Почему останется по-прежнему? Потому что у нас прежняя власть, в лице Назарбаева. Он построил мафиозное государство, и это мафиозное государство не меняется по своей сути, и поэтому отставка Касымова ничего не даст. Ни эмоциональной победы, ничего, кроме того, что будет спущен пар. Если мы должны что-то требовать, мы должны в первую очередь мобилизоваться, добиваться отставки на султана Назарбаева. А этих шестерок у него, там их огромный пруд, он их будет по-одному вытаскивать, и таким образом будет сбивать народный гнев, говорит, вот видите, я вот этого убрал, этого убрал, того сдвинул, того поменял местами, и в итоге все останется по-прежнему. Уже хватит народу дурачить. Сейчас создали какие-то разные движения, инициативы и так далее, я их приветствую. Но сразу скажу, что эти акции, они никакой нагрузки смысловой не несут. Поменяют на Касымова два, и опять же ничего не изменится. Потому что все упирается в политическую систему. Нурсултан Назарбаева, когда он один рулит страной, он фальсифицирует итоги выборов, назначает выборы, когда хочет, делает что хочет. Это у него качество и, скажем, возможности во много раз больше, чем у любого монарха мира. Там у русского царя считалось, что он владеет страной, у него больше, чем и у русского царя, у кого угодно. Поэтому мы должны понимать, что пока мы не сменим архитектора вот этой системы, Нурсултан Назарбаева, ничего не поможет, ничего не изменит. Это просто зря называется бороться с ветряными мельницами, изображать, что мы боремся, изображать, что мы победили, а в итоге будет за этим пустота. Я обращаюсь к нашим сторонникам. Все те, у кого есть возможность, кто может появиться на суд с Айрангуль 1 августа, надо поддержать ее, приехать. Я знаю, что сегодня было около 90 человек там в суде. Говорили, что с разных регионов люди едут, якобы 300 человек. Но нам сообщили там, что всего было около 90 человек. Но для Шаркента это неплохо. Но если у кого-то есть возможность, я прошу поддержать с Айрангуль, приехать туда и выразить свою позицию. Теперь меня спрашивает, каким образом Назарбаев продает интересы страны китайцам. Ну, во-первых, скажем, что он продает интересы страны всем, не только китайцам. Вы просто посмотрите, мы добываем сырье, какие бы цены ни были, они низкие. Почему? Потому что мы обратно в Казахстан завозим готовую продукцию. Даже нефтепродукты привозим из России. Мы ничего не производим. Вся одежда в основном из Китая. Обувь тоже самое. Вообще, просто мы ничего не производим. Мы поставляем в Китае сырье, а китайцы нам с добавленной стоимостью продают готовую продукцию. Вот таким образом происходит, по сути дела, выкачивание наших доходов страны. Создается такая сырьевая экономика. Нет рабочих мест. Все рабочие места где угодно. Ну, в частности, в Китае. А в Казахстане этих рабочих мест нет. Что мы не можем производить? Одежду, шить. Это очень просто. Что мы не можем какие-то другие товары производить? Это очень просто. Почему узбеки производят автомашины, а мы даже их не можем наладить? Простую элементарную сборку даже. Постепенно их производство. Почему даже те же самые узбеки производили телевизоры, а мы их не можем производить? Я могу долго-долго перечислять, что мы не можем. Но вы и сами прекрасно знаете, что у нас в Казахстане сырьевая экономика. Мы стали просто нефти больше добывать относительно Советского Союза. Но те же самые месторождения, те же самые тринити перерабатывающих старых завода. Ничего нового не построено. Только импорт всех товаров из других стран. Неважно, машиностроение, одежды и все прочее. И просто рассчитываемся сырьем. Я публиковал в 2010 году очень много информации, как Назарбаев продавал страну. Как крупнейшие нефтегазовые компании были проданы китайцам за бесценок. И как в этом преуспела семья Назарбаева через Тимура Кулебаева получили гигантские многомиллиардные взятки. Конечно, наверное, уже многие не помнят. Я в 2010 году публиковал детально переписку, платежные поручения, фальшивые тендеры. И все это было сделано руками Тимура Кулебаева, зятину Султана Назарбаева. Ах, тубе Мунайгас. Там бузачи зашли китайцы. Они владеют ключевыми предприятиями в Казлардинском регионе. Шемкенский нефтеперерабатывающий завод. Там название сейчас Петро Казахстан называется. Около 40% нефтедобывающей отрасли принадлежит китайцам. Около 40%. Здесь вот адвоката Куспана, говорят, цитируют. Кто такой адвокат Куспан? Чтобы он давал оценку. Его работа быть адвокатом. Если адвокат такие вещи говорит, не защищает ее, он как раз это и подтверждает, что он красный адвокат подставной комитет национальной безопасности. Вообще мне очень много людей передали факт, что этот адвокат просто КНБшный. У нас в стране очень мало адвокатов настоящих и честных. Они все под властью лежат, запуганы. Адвокаты только деньги разносят или исполняют команду этой власти. Вот до чего Султан Назарбаев построил всю эту судебную систему, систему адвокатуры. Он их всех зажал, пугает и так далее. Маленькое количество адвокатов, которые более-менее честно работают. Маленькое количество адвокатов, которые могут защищать своих подзащитных нормально. А основная часть уже все под давлением власти. Они всего боятся, не конфликтуют и стараются все время их подогнать под какое-то соглашение, дать условные сроки, снизить сроки. Вот такая система у нас адвокатов. Вот Куспан один из тех как раз красных адвокатов продажных комитет национальной безопасности. Возвращаясь к китайско-казахстанским отношениям. Сейчас фактически на первом месте по объему торговли стоит Россия, на втором месте Китай. Притом темпы роста и динамика просто номер один именно с Китаем. Представьте, что нефтегазовая отрасль и не только нефтегазовая, и другие сырьевые компании, они занимают серьезное место в экономике страны. И вот представьте, что эти отрасли попали под контроль китайцам. Я понимаю, когда разных корпораций много. Здесь же не просто компании, не частные компании Китая. Если бы это были частные компании, это именно государственные компании, которые проводят государственную политику Китая. Именно так, понимаете? Поэтому фактически 40% именно нефтегазового сектора контролируется государством Китая. Это основные доходы страны формируются именно в этих отраслях. И вот представьте себе, что около 40% контролирует китайское правительство. Я скоро, ну не сейчас, не в этом месяце, чуть позже, потому что сейчас очень много отпусков, я опубликую цифры, опубликую соглашения, которые показывают, каким образом наши основные активы страны перешли в сторону Китая. Это прямая политика консултана Назарбаева. Там многомиллиардные его доходы прячутся в Китае. Он строит огромные объекты в Китае. Он прячет свои доходы в Гонконге, в самом Китае. Он прячет свои доходы через китайские компании национальные. Через них прячет. И он думает так. Вот две страны, которые его прикроют. Завтра, когда он потеряет власть, у него два варианта. Бежать в Москву, где сидит Акаев, например. Есть еще другие беглецы, которых российское нынешнее руководство прикрывает. Или побежит в Китай. Он думает так. Потому что европейский мир его сдаст за коррупцию. А мы докажем, покажем, что он коррумпированный. Что он сотни миллиардов украл у страны. Может быть, арабские страны. Но арабские страны закрыты. Ему там будет некомфортно жить. Я уже не говорю о климате. Но тоже мы найдем способ давления на эти страны. Поэтому он думает, что вот две страны есть. Россия и Китай. Между ними балансирует. Продает активы страны. И таким образом думает себе обеспечить будущее. Или своим детям и внукам. Вот здесь пишет некий Борис. Что нужно, внимательно изучили программы. Нет там обоснований только для слова, для народных баз. На каждую программу у нас есть обоснования. Я показывал, какие доходы. Ну, например, когда говорил, что средняя зарплата по нефтянке в мире 10 тысяч долларов. Зайдите в гугл, вы увидите. Когда я говорил, бесплатное образование в Европе. Зайдите в гугл и прочитайте. Я дал очень много ссылок. И наши предприятия экспортные, они все в состоянии платить высокую зарплату на уровне европейских стран и ведущих стран мира. Потому что они всю свою продукцию подают на экспорт. Каждая наша программа, она рассчитанная. Каждая программа, она четко обоснована. Если это было бы не так, то правительство Казахстана давно бы нас закритиковало бы, показало бы нашу безграмотность. Поэтому вот этот Борис, видно, что это Нурбот КНБшный, судя по всему. Я не думаю, что он заблуждающий. Ни один человек в здравом умении может сказать, что мы просто так пишем, у нас аргументов нет. Их огромное количество видео, моих выступлений. Очень много постов, где мы подробно говорим. Так и когда я говорю по китайско-казахстанским отношениям, вы увидите уже сейчас, можете в гугл забить любую фразу, и методично увидите, какой список предприятий полностью ушел под контроль Китая. Вот что касается продажи интересов страны. Вот посмотрите. Китайские компании работают на Шимкенском нефтеперерабатывающем заводе. Работают в Казаларде. Фактически все ключевые нефтегазовые предприятия, они находятся у китайцев. В Ахтубе все ключевые нефтегазовые компании находятся у китайцев. В Мангистаусском регионе находятся все ключевые предприятия у китайцев. Да, их только в Атрау, там нету, наверное, да? Но в основном, во всех регионах страны китайцы присутствуют. И обратите внимание, где меньше всего платят заработную плату нефтяникам? Американские или предприятия, английские или любые другие китайские. Сравните, и вы увидите. Китайские корпорации, имея низкую себестоимость добычи нефти, платят нашим гражданам Казахстана, в Казаларде, в Ахтубе, где бы они ни работали, в районе 100, максимум 150 тысяч тенге. Это делают китайские компании. При том, обратите внимание, нефтяники же мне пишут, зарплата 100-150 тысяч тенге была у них при цене на нефть в районе 35-40 долларов за баррель. Сейчас далеко за 70, зарплата та же самая. Курс тенге снизился, зарплата та же самая. Каждый год реальной инфляции минимум 20%, зарплата та же самая. И где меньше всего платят зарплату? Именно на предприятиях, где работают китайцы, которые владеют этим предприятием китайцы. Возможность забастовки и все прочее гасится. Почему? Потому что во всех предприятиях, где присутствуют китайские корпорации, у Нусултана Назарбаев прямой интерес. Я уже как-то озвучивал, у меня был с ним спор, дискуссия, когда я возмущался, что китайские компании заходят в Казахстан безальтернативно. Государственные компании, это не просто частные, еще раз повторяю, компании, государство, это государство заходит. Я был противником, чтобы в нашу экономику вливались государственные компании. Потому что через эти государственные компании начинается манипулироваться действиями нашего правительства. Происходит фактически закабаление государства. Частные компании, пожалуйста, пусть работают. Но когда эти государственные компании заходят, выплачивая взятки под столом, заходят по сниженной цене, потом они заходят так, чтобы вдоль с ними сидел Нусултан Назарбаев, как вы понимаете, это фактически потеря независимости страны, потеря проведения независимой экономической политики. И это отражается на всем, на налоговых поступлениях, на строительстве тех или иных направлений труб, нефтегазовых и так далее, когда фактически все это построено так, за такие деньги, что стране нашей это было невыгодно. Опасно не то, что китайцы заполняют нашу страну. Они не заполняют, потому что есть миграционное законодательство, есть разрешение на въезд, есть разрешение на работу. Земля, даже если они купят, это частные компании купят. Опять же, я не считаю, что это прям супер страшно, потому что они эту землю никуда с собой не увезут. Они будут действовать в рамках нашего законодательства. Но проблема в том, что сейчас во власти находятся продажные руководители. И они действительно могут все продать так, что мы потом будем бороться и мучиться. В этом как раз и опасность. Опасность не только китайцам. Они могут кому угодно нашу страну продать. И мы потом будем ходить здесь без работы и получать ничтожные средства. А другие люди, которые будут привозить своих рабочих и так далее, они будут много раз получать больше, чем наши работники. Это происходит повсеместно на всех предприятиях, где работают китайцы. Посмотрите, минимум 5-6 раз зарплата наших людей меньше, чем работников из Китая. Это о чем говорит? Почему Назарбаев позволяет это делать? Что они какие-то уникальные качества обладают? Нет, такие же люди, такие же профессионально подготовленные, как наши специалисты. Это как раз таки говорит о том, что хотя существует миграционное законодательство, трудовое законодательство, именно это коррупционное правительство Назарбаева нагло его нарушает и разрушает возможность нормального развития нашего бизнеса в стране. Мне Назарбаев лично говорил, что когда я изучал возможность покупки одной нефтегазовой компании в Мангеставской области, Назарбаев мне не давал разрешения, хотя мы значительно больше предложили, чем китайские государственные компании. Мы на 50 миллионов долларов предложили, создали специальную консорцию и решили купить предприятие в Казахстане. И он мне не дал, сказав, что ты же мне не даешь долю 50 на 50, вот китайцы мне дают 50 на 50. Понимаете? То есть он прямо сказал, он мне тогда говорит, Зензамин мой друг, я в этих предприятиях сижу в доле 50 на 50. Это президент страны мне, бизнесмену, прямо открыто сказал, что он в доле 50 на 50. И как вы понимаете, не случайно около 40% нефтегазового сектора находится под контролем китайских государственных компаний. Почему? Потому что там в доле сидит Нурсултан Назарбаев. Я скоро начну публиковать детально, каким образом происходили сделки, как китайцы заходили в Казахстан. У меня вся эта информация есть, я ее публиковал, но я теперь ее сделаю более наглядной. И вы увидите, как он нагло продавал интересы страны. Я когда работал министром, я помню, я возражал, чтобы к нам инвесторами выступали государственные компании, любые. Я был противник, потому что если государственные компании заходят в экономику Казахстана, то тогда начинается манипуляция решениями правительства. Вот я был министром энергетики. Российская РАОИС, государственная компания энергетическая, которая владела электрическими сетями, станциями, владели, как будто бы владели разрезом Северной, в Экибастузе. Так вот, они не платили за перевозку грузов по железной дороге. Долгов много, и отгружали уголь без оплаты за транзит по железной дороге. Тогда я дал указание, чтобы начальник железной дороги без оплаты не проводил. Вот, и что получилось? Мне, значит, из Кремля звонят, оказывают давление. И вот я тогда был крайне возмущен. У нас была, работала бельгийская компания в Казахстане. Я тогда им сказал, этому министру, который мне звонил, Слушай, говорю, у нас здесь работает бельгийская компания, но что-то мне король Бельгии не звонит по этому поводу. Почему вы мне звоните? Заплатите за долги и грузите куда хотите. Это происходит всегда, когда работает в стране государственная компания. Начинает манипулировать, угрожать, что не будет пропускать наши грузы по территории России. Это такое было. Не будем пропускать нефть. Я говорю, слушайте, мы бесплатно ничего не перевозим по территории России. Мы за транзит платим. А вы хотите просто на халяву кататься, еще мне из Кремля звоните, угрожаете. И вот то же самое с Китаем. Вы даже не видите, с учетом того, что зависимость огромная по продаже нефти и большого присутствия их в экономике с Китаем, безусловно, происходит разной манипуляцией, ну, султаном Назарбаевым и правительством, а, соответственно, всей нашей страной. И в этом смысле мы находимся под серьезной угрозой. Именно поэтому мы должны привести в порядок наши взаимоотношения с Китаем. Я, как стране, я говорил, любой стране отношусь нормально. Какой бы там ни был политический строй, если говорить о наших интересах, мы должны исходить в первую очередь, выгодно там нам это или нет. Является это безопасным для нашей страны или нет. Вот это главная формула оценки взаимоотношений с китайцами. Я к любому китайцу отношусь как к нормальному человеку, к любому. Но мы не должны позволять, чтобы нашей стороной манипулировали. Мы не должны позволять, чтобы доля, фактически, государства Китая была такой доминирующей на нефтегазовом рынке. Если китайцы хотят работать, пожалуйста, работают, поставляют, работают через частные компании свои. Но государственные компании в нашу страну пускать нельзя. Здесь вот все меня настойчиво просит, чтобы пожаловаться на все сайты Орды, и они должны их заблокировать и все прочее. Ребята, ну и что мы, что мы на ерунду будем время тратить? Ну заблокируют, они потом разблокируют. Надо заниматься серьезными вещами, менять страну. Ну а вы там сайт приостановили на 5 минут, и чего добились? Мелкую паку, что ли, сделали? Зачем нам такой ерундой заниматься? В истории нашей страны было, когда вот такая слабая политика, раздробленность, и продажность наших ханов, вот я знаю, кто-то хвалит наших ханов, вот этот хан был хороший, тут ханы в целом ничего хорошего нашей стране не привели. Вот ханы раздробили нашу страну на три части. Это привело к тому, что джунгары нашу страну завоевывали. И простой народ никогда хорошего от ханов не имел. Не надо эти легенды всякие слушать. Почему? Потому что сама природа власти говорит, любой хан, он становится владельцем и людей, и всего прочего. Он думает только о себе. И политическое устройство это архаичное. Не надо восхвалять в этот ханский период, это все ерунда. Это как то же самое правителя возглавлять, который владел своим народом, землей, всем. Мы должны построить современное общество. Современное, развитое. Именно поэтому Казахстан дробили. Именно поэтому казахи потеряли свою землю. Именно поэтому Казахстан был разделен между Россией и Китаем. Казахстан был период, когда в 18-19 веке это происходило. Именно почему? Потому что была предательская политика ханов. Именно поэтому мы теряли страну, потом отвоевывали. И только в начале 90-х годов получили случайную независимость. Мы должны смотреть правде лицо, не обманывать себя. Пока народ не будет управлять властью, не будет контролировать власть, если эта власть будет принадлежать отдельному человеку, как бы он ни назывался, хан, царь, якобы президент, но у которого абсолютная власть, этот человек бесконтрольный со стороны народа, будет продавать интересы народа. Поэтому причина в том, что наши интересы продаются, заложена в самой политической системе, в самой абсолютной власти Нурсултана Назарбаева. Когда он сам что хочет, то и делает. Когда он плевал на интересы народа, когда он может делать, что хочет и никого не бояться, именно в этот момент происходит самая настоящая продажа и предательство интересов страны. Он забил в Конституцию, что есть только одна норма, которая позволяет его арестовать и преследовать. В случае предательства интересов народа шпионажи. Он давно уже эту же статью нарушил. Он не является представителем нашей страны, нашей нации. Он является представителем кого угодно, но не наших граждан. Он реально предатель интересов страны. Он проститутка. Поэтому, когда именно народное правительство будет организовано, мы со всеми странами упорядочим взаимоотношения. Никого мы не будем мочить, никого не будем давить, но все эти взаимоотношения будут переведены в соответствие цивилизованное. Не будет у китайского правительства доли 40% в нашей экономике. Мы построим независимую экономику, мы будем производить все, что можем производить. Одежду, мебель, автомашины – это вообще простые вещи. Сейчас люди летают в космос, летают на дронах и так далее, а мы какие-то простые вещи не можем сделать. И это все называется предательской политикой. Создание опасной ситуации страны, потери безопасности страны. Если завтра мы не сумеем перестроить экономику, мы также останемся с сырьевой экономикой, будем жить бедными, несчастными, будем отсталой страной. И когда мир весь уйдет далеко, мы будем ходить, условно говоря, как бы в набедренных повязках. Это предательская политика интересов страны. И предатель сейчас такой во главе страны, которая 30 лет рассказывает сказки о том, что мы скоро-скоро вот-вот войдем в 30 передовых стран мира. Мы давно уже в сотне. Многие африканские страны уже давно нас обогнали. И не случайно я вот сегодня эту фотографию выставил, которая четко отражает, кто есть султан Назарбаев. Он продажный простудка. Сегодня он продается китайцам. Завтра еще кому-то. Мы будем проводить независимую выгоду для нашей страны политику. В нашей стране не будет никаких военных баз. Ни одна страна в нашей экономике не будет доминировать. Я думаю, что в чат здесь документы очень сложно выгружать, но я буду публиковать, делать видеоматериалы. Вы убедитесь, каким образом шла продажа интересов страны. Многие из вас молодые. Многие из вас не помнят, что я публиковал вот 5-6 лет, 8 лет назад. Очень подробные материалы. И вы увидите, как султан Назарбаев продавал интересы страны. И поэтому мы должны его отстранить из власти. Я хочу вас предупредить, вас, что завтра будут выступать перед нами представители из Армении. Они расскажут, каким образом происходила революция в Армении. Что сейчас происходит, какие идут процессы. Как армянский народ сложно шел к тому, что у них произошло недавно. А именно мирным путем смена власти. Завтра будет интересный эфир в 21 часов по Астане. Ребята, одним словом, я ключевые вещи сегодня произнес. Бо Сайрынгуль Саутбай рассказал, чем опасна политика, которую проводит султан Назарбаев именно поотносительно Китая и не только Китая. Я еще раз выразил свою позицию, что именно к китайцам у меня нет негативного отношения. Вообще нет ни одной национальности, чтобы у меня было негативное отношение. Я сейчас говорю с точки зрения интересов нашей страны. Именно построение независимого, сильного государства, экономически развитого. Та экономика, которая сейчас у нас есть, сырьевая, опасная, неустойчивая. Наша страна только за короткое время прожила две девальвации. И вы знаете, к чему это привело? Это к нищете. И если президент страны проводит такую политику сознательно, если члены его семьи, тогда, когда он говорит в стране кризис, за один год богатеет больше, чем на 2 миллиарда долларов, только один член его семьи, Тимур Кулебаев вместе с Динарой Кулебаевым, что можно сказать о таком президенте? Это политическая простудка, которая продает интересы страны и интересы своего народа. Нам такой президент не нужен. Поэтому мы должны объединиться и добиться его смены. Я теперь в этой связи хочу озвучить сегодня оперативные вещи. Мы 23 июня и 6 июля готовили митинги по образованию, по бесплатному образованию и поддержке наших полицейских, и списании кредитов потребительских и так далее. Все это было направлено на то, чтобы озвучить те темы, которыми наш народ болеет. И таким образом, объединив шаг за шагом, выводя на акции протеста десятки тысяч людей, добиться перелома, а именно мирной смены власти, как так, как произошло в Армении. И мы поняли, что буквально не хватает простого, а именно, что кто-то взял на себя ответственность тех или иных регионов, притом не один. Таких лидеров должно быть много. Я все время озвучивал, нам нужно не просто миллион сторонников, нам нужно, чтобы еще по всей стране были организованы ячейки, которые будут управлять этими протестными массами. И недавно я озвучил, что сейчас нашей главной задачей является организацией именно ячеек по всей стране. Мы создали штаб, который на прямом контакте именно с ячейками, с руководителями ячеек. И на прошлой неделе я объявил, что мы создали закрытый чат, чат, который называется «Алга». В нем будут находиться лидеры, представители ячеек. В ячейке должно быть не менее пяти человек. Ячейки должны быть те люди, которым вы лично доверяете. В понедельник и в четверг наш штаб проводит работу по организации деятельности закрытого чата по работе этих ячеек по всей стране. Сейчас порядка трехсот ячеек уже заявились. Я вам пока приблизительную цифру говорю. Но не во всех есть пять человек. Поэтому мы на этой неделе запускаем работу, работу именно закрытого чата, где будут представители, лидеры этих ячеек, только тех, у кого в ячейке пять человек. Давайте, ребята, давайте напрягитесь, соберите свои ячейки по пять человек, затем дайте информацию в штаб, и штаб будет вас переводить в закрытую ячейку, которая называется «Алга». Здесь очень многие говорят о проведении новых акций. Сейчас вот многие в отпусках, и акции мы проведем обязательно. Но мы должны для этого сейчас провести работу по организации ячеек. Поэтому я призываю вас усилить работу по организации этих ячеек. И на этой неделе мы запускаем работу «Алга». Это наш закрытый чат для лидеров ячеек. Хочу напомнить вам, что даже если в этот чат попадут представители комитета, они ничего не вынесут с этого чата, которое могло бы раскрыть вас. Потому что в этом чате мы будем только переписываться. Голосовые сообщения будут вести только организаторы. Мы голосовые сообщения в этом закрытой чате будем зачищать. Стикеры не принимаются. Аудио не принимается. Только письменно. Это приведет к тому, что комитетчики не смогут никого идентифицировать. Во-первых. Во-вторых, с каждыми лидерами этого чата мы будем говорить индивидуально. Переписываться только через аккаунт штаб. Это даст высокую безопасность. И соседние ячейки никто не будет знать об индивидуальных переговорах с каждой ячейкой, с каждым лидером. Сегодня я разговаривал с армянами. Армяны меня спрашивали, как устроен чат. Я на их все вопросы ответил. Я думаю, что они, наверное, и не ожидали, насколько у нас все организовано, подготовлено с точки зрения безопасности. Вы послушайте, завтра представитель Армении, и вы поймете. Он будет рассказывать о ситуации в Армении, и вы поймете, насколько мы продвинуты и далеко ушли именно в этом чате с точки зрения организации работы и безопасности. Еще раз хочу повторить, что не было ни в одной стране такой подготовки фундаментальной, как в ДВК. Программы, их расчеты. Мы фактически на все имеем вопросы, ответы на все вопросы. Более того, мы знаем, как будет работать временное правительство. Мы знаем, сколько оно будет работать. Мы знаем, как пройдут выборы. Мы знаем, как будет проходить выбор Акимов. Мы знаем, как будет проходить выборы в парламенте. То есть, фактически, дорожная карта нами продумана детально. Такого не было ни в одной стране мира, там, где происходили революции и смены власти. И вы это скоро убедитесь в этом. Поэтому, ребята, давайте мы усилим нашу работу. Завтра еще раз хочу озвучить. Будет представитель Армении. Потом будут еще другие люди. Мы сейчас этот чат превратим в такое образовательное место, чтобы мы могли послушать этих людей и оценить, где мы находимся. Можем ли мы чего-то добиться? И что для этого нужно? На сегодня я свой эфир завершаю. Слава Богдан, здарь. До встречи в эфире с гостем из Армении. Завтра в 21 часов по Астане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова